Здарова народ, с вами Коди, как ваши дела, надеюсь у всех все хорошо. Очень часто в последнее время мне начинают поступать сообщения на стримах, в личку, под видео про рестрим сервисы, тоже эти комментарии проскакивают, и все спрашивают, но и тоже. Рестрим.io заблокировали, моб краш куда-то пропал, плагин у меня очень сильно грузит компьютер, что мне делать, можешь ли ты подсказать? Об этом мы сегодня и поговорим. Недавно появился молодой сервис StreamV, это аналог рестрим.io. Тут есть биржа трансляции, поговорим об этом чуть-чуть позже. Мультиканальные трансляции, в принципе, что нам и надо. Потом есть планировщик трансляций, это мы тоже, в принципе, разберем чуть-чуть попозже. Общий чат есть, что, в принципе, удобно, ну и логично. И есть организации здесь. Организации это что-то похожее на модераторов в вашем чате, то есть вы можете сделать организацию, добавить туда круг людей, кто будет следить за вашими каналами, так скажем. Ну и самое главное, это тарифы, что многих будет интересовать. Так вот, если у вас есть два канала, YouTube и Twitch, то это можно использовать бесплатно. Либо там Twitch Trovo, неважно. Короче, два канала, это бесплатно. Если нужно три канала, это будет стоить 150 рублей. Это дешевле, чем на рестрим.io. Ну и чем больше каналов, тем дороже. В общем, как-то так. Давайте зайдем уже в сам сервис и посмотрим. Вход здесь пока что только через ВК. Я задал вопрос разработчикам, мне сказали, что пока что только через ВК можно войти. В дальнейшем они добавят, возможно, почту, либо какие-то другие методы входа. Пока что только так. И первое, что мы видим, это каналы. Нажимаем добавить и добавляем любой сервис, который вам нужен. Их здесь, в принципе, много, как и везде. Если сервиса нету, можно добавить его вручную. В данный момент тут есть интеграции только ВК, YouTube, Одноклассники и Twitch. Все остальное добавляется с помощью RTM-ключей. Например, хотите добавить TROVA, нажимаете в TROVA, пишите любое название. Вот, и вам нужно теперь добавить RTM-сервис и ключ. Как это сделать? Заходим, например, на TROVA, творческая студия. Вот, и здесь вот копируем наш Trimkey. Копируем, вставляем его в ключ. И копируем наш URL, то есть наш RTM-сервис. Вставляем сюда, нажимаем добавить, в принципе, все, TROVA добавлю. Нужно это удалить. Выбираем, удаляем. Думаю, с этим все понятно и проблем быть не должно. Как это все теперь добавить в OBS? Открываем нашу программу. Если у вас OBS 28-й версии, то нажимаем настройки, трансляции, сервис, показать все. Ищем StreamV, он где-то здесь вот был, вот он. StreamV. И нам нужно выбрать сервер. Получается, их тут только два. Россия, Москва и Центральная Европа, это Германия. Выбираем Москва. И нужно будет ключ потоков вставить. Нажимаем получить ключ. Открываются настройки сайта, если вы уже туда зашли. И просто копируете ключ, вставляете его сюда и в принципе все. Применить готово. Если у вас старая версия и по какой-то причине вы не обновляли OBS, он там 26-й, 27-й версии, то просто здесь выбираем сервис настраиваемый. Ключ также отсюда вставляем. И еще нам нужно вставить будет сервис. Здесь мы выбираем, что нам нужно. Это Германия, либо Москва. Копируем также просто RTM. И вставляем его. В принципе тоже все. Думаю, с этим тоже проблем быть не должно. Переходим обратно. То есть с каналами мы разобрались. Теперь переходим к биржам. За небольшую сумму вы можете постримить на другом канале. Либо за небольшую сумму люди могут постримить на вашем канале. Это что-то напоминает мне хост на Твиче. Но есть один минус, который меня здесь больше всего интересует. В данный момент тут пока что все сыро, потому что зачем кому-то стримить на ноль подписчиков, непонятно. Тут нужно сделать какой-то некий отбор, чтобы, например, от тысячи подписчиков было, да там вход в биржу, либо еще что-то. Но это опять же создатели сервиса тут пошаманят, что-то сделают. Но меня интересует один главный вопрос. Как это будет все регулироваться и проверяться? Не будет ли такого, что я сейчас сюда добавлю свой канал? Кто-то за небольшую сумму запустит на моем канале стрим с 18 плюс контентом. И мой канал через буквально пару минут отлетит в бан. Как это будет проверяться здесь тоже непонятно. Поэтому биржа есть. В целом потенциал неплохой. Но как оно работает сейчас и как оно вообще будет работать в будущем пока что непонятно. Но идея как бы прикольная. Планировщик. Тут вы можете планировать запуск ваших стримов. То есть отложенный как на ютубе, да, запланированные трансляции и прочее. Также вы можете сюда добавить видео. Но сценарий у этого может быть какой. То есть вы летсплейщик, вы записываете видосики. И вы сделали 15-минутный геймплей на какую-то новую игру. И из этого вы сделали ролик, загрузили на свой канал. И он должен выйти, например, завтра в обед. Вы этот же ролик можете залить сюда на сервис. Планировщики сделать так же, чтобы, например, в момент выхода ролика на ютубе. У вас на твиче запустился, например, стрим. На Трово, ВК, там, ТикТок. Не важно, чтобы этот ролик еще был непосредственно не только на ютубе, но еще как лайвстрим прошел на других платформах. То есть прокрутился там. Возможно, кому-то это будет удобно. То есть смысл примерно здесь такой. Ну и последний пункт здесь настройки. Мы уже об этом поговорили. Также у нас еще есть чат, который можно использовать разными способами. Например, перейти в чат. И тут мы будем читать наш чат, если вы хотите через браузер делать. Также чат можно добавить в OBS. Сейчас копируем ссылку, открываем наш OBS, заходим в док-панели, пользовательские, что-нибудь пишем, добавляем URL, ОК, и все. Чат у вас как док-панель вставлен сюда. Хорошо. Также чат можно добавить на стрим, чтобы его могли видеть люди. Для этого нужно выйти назад и скопировать вот эту ссылку. В OBS зайти в источники, в браузер. Кто-нибудь написать, ОК, здесь мы вставляем нашу ссылку, ОК, и все. И теперь люди тоже на стриме видят чат. Но у нас есть серый фон, как его убрать? В принципе, заходим в внешний вид и просто цвет, убираем отсюда. И теперь нам нужно выйти назад и скопировать заново ссылку. Потому что там поменялся немного код. Ctrl-A, Ctrl-V. Окей. Все, теперь здесь нет фона. В принципе, как-то так. Выходим. По настройкам, в принципе, все. Все, можно посмотреть еще в профиле, что у нас есть. Это аккаунт организации, про который я говорил, что вы можете добавлять сюда людей, которые будут следить за каналами, там, может быть, делать запланированные трансляции, там, выкладывать ролики. Опять же, если у вас такие люди есть. Вот. Ну и есть партнерская программа. Ваши ссылки, если человек переходит, получает 300 рублей. Ну, а вы получаете 30% от его платежей. Вот. Как-то так. Ну, в принципе, базовая партнерская программа. На этом, в принципе, здесь все. Я по работе сервиса ничего плохого сказать не могу. Я потестировал на ВК, YouTube, Twitch по отдельности, потом совместно, потом комбинируя. В итоге проблем у меня не было, битрейт был стабильный, все хорошо. Но есть один минус. Нету транскодинга. То есть вы не можете стримить на разные платформы с разным битрейтом. Ну, в принципе, как и на рестриме, он был платный, и им никто не пользовался, потому что там были конские цены. Поэтому разницы, по сути, сейчас вы никакой не испытаете, что будете пользоваться этим сервисом. Ну, в дальнейшем транскодинг вроде как должны добавить. Вот. Ну, и у вас сценарий такой. YouTube Trova, либо Twitch Trova. Потому что YouTube и Trova к битрейту не перевередливы. Там похер какой-то битрейт ставишь, а вот Twitch перевередливый. Поэтому нужно делать на этом акцент. Но у меня на этом, в принципе, все. Не забывайте на канал подписываться, ставить лайки, заходите на стримы. И кому нужно 300 рублей здесь на счет, залетайте по ссылке и забирайте 300 рублей. Ну, и всем до скорой встречи, народ. Не болейте. Пока.